Люби, покуда любится, Терпи, покуда терпится, Прощай, пока прощается, И Бог тебе судья, Судья. Родился я 23 августа 1933 года. Год не очень хороший. Гитлер к власти пришел, и отсюда все начались беды на нашем пространстве, в Язнином. Начались такие регулярные бомбежки, 8 вечера. Днем тоже были бомбежки, такие зажигалки бросали, а вечером летели на нас с таким шумом. Шум это тут на всю жизнь тоже запомнился, как и звук метронома. На всю жизнь запомнился, они летели так, это значит, летели бомбить город. Очень было страшно. В подвалах стали организовывать бомбоубежище, а на чердаках готовили группы для защиты дома от нападения немецких бомбардировщиков при бомбежках и так далее. Взрослые ушли уже на фронт, все были заняты. Когда началась война, зашли немцы, начались казни, что самое страшное. На казни немцы сгоняли всех. Бои шли ужасно. Колят, режут, душат раненых неописуемые. Очень много. И поэтому шли операции день и ночь. Четыре часа только в сутки спали. Некогда было ни в окно посмотреть, ни по своим делам сходить. И когда шел бой, в эфире была очень сложная обстановка. Там и мат стоял, там и брань стояла. И немецкая речь в них. И наши немцев посылали по-русски никуда, или кто он знал по-английски. Кричит, малыш, малыш, ты меня слышишь? Передай, чтоб сюда... Ракета давали. Передай, чтоб была освобождена посадочная полоса. Я полую иду самую никуда. И когда при посадке самолет он сажает, его выбросил, он уже садился. Самолет переворачивается, его выбрасывает с самолета. Он идет сзади, все подбегают к самолету, а его нет, а он сзади идет. Его там не видят, что куда делся. Череп расколот. Шейные позвонки, межпозвонковые диски поломаны. Вот в этом месте позвоночник сломан. В каком состоянии я был? Немцы не убили меня только потому, что шла вторая половина войны, и они, паршивые козлы, знали, что им придется отвечать за то, что они наделали. Мы получили квадрат, в который надо быстро прибыть и оказать помощь. Катер снялся со своего места, но пока мы двигались, самолет разбомбил это судно, и мы только лишь увидели плавающие обломки судна, вещи, но никого живых, к сожалению, мы не нашли. Вот таким образом, понимаете, лицо войны мы увидели воочию. Очень тяжелая картина. Когда мы разминировали Синявинские болота, этот Невский пятачок, то наши, когда была блокада, находились в болотах, а немцы на Синявинских высотах. И все атаки, которые предпринимали наши бойцы, то столько было трупов наших бойцов, погибших солдат. И причем они лежали уже долго. Мы же начали в 44-м, а бои там и в 43-м были, и в 42-м, уже они разложились. А наша задача была подойти, освободить от патронов, которые не использованы, если это гранаты. И вот так тронешь им щупом этот труп, и вот сразу разваливается. Очень тяжело было. Вот я прямо могу сказать, привыкают к войне, прибывают к убийству, к этому страшному варварству, понимаете? Хочешь, не хочешь, но ты вынужден. И как-то вырабатывается противоядие, привычка. Вырабатывается привычка. Уже снаряд летит, ага, ты уже знаешь примерно, где он взорвется. К сожалению, психика человека как-то перестраивается во время войны. И вот такие вещи, они не проходят с такой болью, как, казалось бы, человек должен очень сильно переживать. За каждого человека надо переживать, делать так, как он, своему самому близкому человеку. только тогда Господь их постоит, что если сделали они добро, Господь делает им добро. Надеемся, что вы, на примере участников Великой Отечественной войны, значит, будете защищать наше Отечество. Мы надеемся на это. Мы знаем, что вы нас не подведете. Когда ты как развитый, ты прекрасно прожил жизнь, ты дал образование другим, ты помог другим, ты дал счастье другому. Вот это самое главное в жизни. Запомните. Деньги — это не главное, это я вам говорю. Я знаю, что такое деньги, я знаю, что такое их нет. Я знаю, что такое голод, фронт. Все, все это я прошел. Но я вам скажу, что это не главное. Главное — быть человеком. С большой буквы. Всю жизнь надо было положить на службу Отечеству. Потому что кому еще служить? Главное — быть человеком. Играет музыка. 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 Продолжение следует...